Речь как воздух. Мы пользуемся ей каждый день и даже не замечаем этого, но как бы пуст и сложен был наш мир без возможности выразить свои мысли или обратиться с просьбой. Проблемам языка в современном мире уделяется особое внимание. 18 лет назад решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО был учрежден Международный день родного языка. Его цель – обратить внимание мировой общественности на сохранение языкового многообразия планеты, предотвращение исчезновения редких языков и отслеживание изменений в популярных. Ведь именно язык является основным хранителем историко-культурного наследия человечества. Наш, безусловно, великий и могучий русский язык не стоит на грани исчезновения. Согласно исследованиям, он входит в десятку самых популярных языков мира и количество его носителей растет. Обращаться с языком кое-как, значит и мыслить кое-как, приблизительно, не точно, не верно. По сути, для интеллигентного человека дурно говорить должно считаться так же неприлично, как не уметь читать и писать. Сколько мудрых цитат о величии русского языка сохранила для нас история. И каждая бьет не в бровь, а в глаз. Но часто ли мы задумываемся над тем, каким языковым богатством обладаем? Насколько ценен лингвистический багаж, накопленный для нас нашими предками? Специализация филолога, лингвиста, языковеда, к сожалению, не самая популярная в современном мире. Но, тем не менее, есть люди, которые делом всей своей жизни видят изучение, сохранение и преподавание родного языка. Что сегодняшние студенты филфака думают о родной речи и ее будущем? Я не считаю, что наш русский язык изживает себя. Конечно, в нем есть доля заимствований сейчас, и она очень большая. Но, опять же, язык обогащается. Редко кто смотрит на обратную сторону медали. Наш русский язык, тоже новые слова появляются, и они не обязательно должны быть заимствованными. У нас появляется свое. Конечно, сейчас в школах существует такая проблема, что дети не хотят учить. Ну, не только русский язык, а вообще не хотят учиться. Им нужно прививать вот эту любовь. Русский язык уникален. За столетия своего существования он видоизменялся десятки раз. На его формирование влияли многие мировые языки. 17-й век – немецкий язык. 18-й – влияние французского. Сегодняшнее давление английского. Но максимум, чего все они смогли добиться – это обогатили нашу речь новыми словами. После каждой из таких небольших лингвистических революций, русский, как феникс, возрождающийся на руинах, становится только сильнее и интереснее. Наш русский язык необходимо оценить, потому что он отражает нашу культуру, наш быт. Он отличается от остальных, своим богатством. Много разных форм, синонимичных, слов антонимичных. Его очень сложно учить, особенно тем, кто не изучал этот язык ранее. Действительно, для иностранцев наш язык – один из сложнейших при изучении. Ответить на вопрос «почему» однозначно невозможно. Но немалую роль в этом играет то, что носители русского языка – это люди огромного количества национальностей. И каждый из них вносит в общий языковой строй свою нотку, часть своей культуры. Помните правило написания полногласного сочетания «оро»? А теперь вспомним слово «сарафан». Где логика, спросит иностранец? А логика в том, что русская национальная одежда названа тюркским словом, для которого это правило не подходит. И таких исключений в языке порой даже больше, чем самих правил. За это многие ценят наш язык. Он непредсказуем, как и сам русский человек. Я, безусловно, горжусь тем, что я являюсь именно русским человеком. Ни для кого не секрет, что русский язык является очень красивым и мелодичным языком. На русском языке написано очень много мировых произведений, литературы, которые славятся ясностью, простотой и в то же время глубиной своего содержания. Фамилии Достоевского, Толстого, Набокова, Пастернака, Блока, Есенина, Чехова и ещё десятков других поэтов и писателей, создававших свои творения на русском языке, известны всему цивилизованному миру. Русская литература – наша гордость. И современные начинающие филологи именно в ней видят главное лекарство от безграмотности. Нужно поднимать уровень чтения в нашей стране. Именно эта проблема наиболее остро стоит. И как преподаватель я бы уделяла больше времени именно чтению. Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является непраздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью, говорил великий русский писатель Александр Иванович Куприн. А для того, чтобы не потерять свой родной язык, нужно не так-то уж и много. Больше читать хорошей литературы и думать о том, что пишешь сам. Мария Климова, Георгий Калинин, Константин Монастеренко. Программа «События».